Так, от BBC, да? Вопрос, пожалуйста. Спасибо. Хотела спросить, я не знаю, если вы слышали или нет, но вашу реакцию на заявление министра обороны Великобритании, который сегодня заявил о том, что, по его мнению, Россия представляет реальную угрозу странам Бальтии, особенно, и что украинская сценария, как он говорит, может повториться и там. И вторая часть его заявления о том, что Россия постоянно проверяет, ну, всё чаще и чаще проверяет НАТО, посылая свои военные самолёты и судно к границам Англии и другим странам НАТО. Ваша реакция, если можно? Да, вы знаете, вот формат брифинга не позволяет очень откровенно высказываться на такие темы, но заявление господина Феллона, конечно, уже за гранью дипломатической этики и совершенно нетерпимой характеристики, которую он дал Российской Федерации. Чем-то мне это напомнило прошлогоднее выступление на Генассамблее президента США Барак Обама, который поставил Россию в число трёх главных вызовов его стране. Я думаю, что мы найдём способ отреагировать на эти заявления господина министра. Что касается второй части вашего вопроса, я обращаю ваше внимание на наш комментарий, который последовал на нашем брифинге сегодняшнем относительно усиления военного присутствия НАТО у российских границ. Как раз Североатлантический блок создаёт вот те угрозы, которые мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании и которые вполне реальны, причём страны, которые принимают эту помощь от альянса, они не скрывают, что всё это делается ради отражения мифической российской угрозы, которой не было и нет. Так что вопросы скорее к НАТОвским планировщикам и тем решениям, которые создали серьёзную напряжённость в Евроатлантическом регионе после решения саммита Уэльси. Мы на этот счёт тоже неоднократно высказывались. Прошу иметь в виду, что это такой постоянный элемент нашего диалога и наших озабоченностей, которые мы будем высказывать нашим партнёрам по альянсу постоянно. Причём делать это будем системно, показывая реальные угрозы и риски национальной безопасности Российской Федерации.